Привет, друзья! В эфире снова Ньюсбокс, с вами Анна Грачевская. За окном светит солнце, значит весна активно наступает. Прямо сейчас я познакомлю вас с актуальными новостями из мира музыки и шоу-бизнеса. Смотрим все самое эксклюзивное в Ньюсбокс. Мы начинаем. В Москве прошла закрытая вечеринка на площадке Mercury Space. Лина Милович дала свой сольный концерт в Известиях Hall. Андрей Гризли презентовал свою новую песню «Как ты там». Шоу полтора корейцы сняли клип на саундтрек своему видеоблогу. Самое интересное об этом и не только. Узнайте через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Как провести Международный женский день на высоте знают все те, кто в этот праздник был на закрытой вечеринке в Mercury Space. Ведь именно эта концертная площадка находится на 40 этаже одной из башен комплекса Москва-Сити. О том, кто из звезд выступил на мероприятии, узнаете прямо сейчас. На днях на уникальной площадке Mercury Space состоялась закрытая вечеринка в честь женского праздника 8 марта. Площадка расположена в золотой башне Mercury Tower комплекса Москва-Сити на высоте 177 метров над землей. Однако это не единственные особенности Mercury Space. Панорамное остекление площадки открывает потрясающий вид чуть ли не на весь центр столицы. Идея в том, чтобы в ночном небе московском в золотой башне проводить хорошо время с хорошей музыкой и с хорошей кухней от нашего Dream Cafe. Сама идея сделать музыкальную такую творческую площадку в золотой башне на высоте это уже на самом деле интересная идея и мы надеемся, что она у нас получилась в реализации и еще все ярче и ярче будут мероприятия здесь происходить. Площадка стала местом для проведения различных вечеринок. Так, в Международный женский день на 40-м этаже выступили музыканты из группы Бурита и певица Ханна. Любую площадку делает публика. Ну, публика, во-первых, во-вторых, техническое обеспечение, третьих, персонал. Здесь все срослось, все отлично. Очень крутая площадка, очень крутой звук, очень крутой свет, очень крутая атмосфера, наверное, из-за того, что мы находимся очень высоко, чувствуется вот эта воздушность и все очень веселые, все очень позитивные. Это очень круто, я реально очень довольна. Певица Ханна, безусловно, поспособствовала созданию нежной атмосферы праздника, ведь кто, если не она, является воплощением настоящей женственности. Кстати, недавно у Ханны вышел новый трек, который стал для певицы чуть ли не самым значимым за всю музыкальную карьеру девушки и на которой уже активно снимается клип. В конце марта, я думаю, что уже будет готовый видеоряд и я хочу сказать, что это не просто клип, это реально очень глубокая история, это не просто красивая актриса или там я на каких-то красивых локациях, красивых костюмах, это реально глубокая история и я очень надеюсь, что он вам очень понравится, так же, как и мне. Музыканты из группы Буррито тоже зажгли на сцене Mercury Space в своем неповторимом стиле. Солист группы Игорь Бурнышев рассказал, чего ожидать поклонникам Буррито от музыкантов в ближайшее время. Это будет четыре песни, EP называется Inverse, это немного другой взгляд, другой Буррито, другой коллектив. Это струнный квартет, виолончель, скрипка, альт. Это будет интересно. Музыка. Певица Лина Милович ждала свой большой сольный концерт в Известия Холл. В преддверии женского праздника, 8 марта, певица представила целую коллекцию настроений. В своей концертной программе «Лови меня». Подробности в нашем следующем репортаже. В преддверии самого теплого и романтичного весеннего праздника, 8 марта, на сцене Известия Холл со своей сольной программой выступила певица Лина Милович. Для своих поклонников Лина подготовила необычный подарок. Концерт певицы не ограничился одним лишь исполнением музыкальных композиций. Программа Лины «Лови меня» состояла из нескольких частей, разделенных между собой лирическими монологами. Этот концерт отличается от других тем, что я хотела не только спеть своим слушателям, я хотела что-то сказать. Это были монологи о самых важных моментах в жизни человека. Я разделила наши с вами эмоции на пять самых главных моментов. В своем выступлении певица затронула все самые важные жизненные моменты, через которые проходит каждый человек. Лина представила целую коллекцию эмоций и настроений. Невыносимая тоска, беззаботное веселье, ответственное материнство, светлые надежды на будущее и, конечно же, любовь. Для меня любовь, с одной стороны, это все, что меня окружает, а с другой стороны, это довольно тяжелый труд. И такая работа, это очень длительная, важная и, наверное, главная задача уж любой женщины точно. Также певица рассказала о своих творческих планах на ближайшее будущее, ведь на подходе у Лины уже пятый альбом. Основное, о чем я сейчас думаю, я хочу закончить свой альбом, пятый по счету, и представить его в полном объеме своим слушателям, своим прекрасным фанатам, которые сопровождают меня очень много лет и ждут от меня вот это вот произведение моего альбома. Сегодня прозвучало несколько песен из него, но это не все, там есть еще. Певец-романтик, чьи авторские треки пронизывают до глубины души. Андрей Гризли презентовал свою новую песню «Как ты там». Как прошла презентация и кто из звезд пришел в этот вечер поддержать Андрея, смотрите в сюжете Елизаветы Ярастовой. Песня «Из кофе пробок любви» появилась так легко эта музыка. Спел как-то Андрей Гризли и завоевал сердца тысяч слушателей. В чем секрет его песен и откуда же появляется эта таинственная музыка? За ответами на эти вопросы мы пришли на презентацию нового хита Андрея «Как ты там». Легкая музыка, расслабляющая атмосфера, самые близкие друзья и просто любители хорошего звука. Полный чила, вот так сказать. Андрей Гризли презентовал свою новую песню «Как ты там» на 84-м этаже. Песня «Как ты там» это совершенно новое понятие о продакшене, о музыке, о звучании. Здесь слилось все – текст, мощный текст, клевая мелодия, себя буду хвалить сейчас, и замечательная аранжировка и продакшен. Все это делал я и, ну, то есть мои ребята, я и Прохор. Песня «Как ты там» Только что услышали песню «Как ты там». Поделись своими впечатлениями. Я эту песню знаю уже почти два месяца, потому что мы с Андреем Гризли жили вместе на Бали, мы снимали общий дом. Поэтому мы с этой песней просыпались, ложились спать, мы были свидетелями того, как снимался клип, и я даже снялась в этом клипе чуть-чуть, в эпизодической роли небольшой. Я очень жду, когда выйдет на нее клип, я уже ее выучила наизусть. Я уверена, что она зайдет людям не хуже, чем моя музыка. А еще, я знаю, следующий сингл у Андрея, это вообще разрыв, будет бомба. Но пока молчим. И пока одни друзья Андрея держат в тайне секреты предстоящего клипа исполнителя, другие рассказали нам секреты его студенческой жизни. Расскажи нам какие-нибудь секреты, они по-любому знают. О, это и бывает, были всякие разные, конечно, истории. Но мы соревновались по, так сказать, урокам соблазнения. Было такое в универе. Придумывали всякие разные шутки, шутили и девчонок развлекали. В общем, как-то вот так вот. Кстати, популярность Андрея Гризли обрел после трека «Это музыка», лайв-видео которого, снятое в ресторане с его друзьями, набрало миллионы просмотров. Да, Андрей как раз тогда готовился на «Новую волну», и у него была эта песня, как его сольная. И да, мы спели на Арбате, причем ребята вообще не хотели это выкладывать. Я говорю, ребят, давайте, это будет такой хайп. Вот, ребята не хотели, я им поговорила. И да, это видео до сих пор, я знаю, что его любят, оно разлетелось даже за пределами России. Вот, и мы даже подумываем сделать ремейк. Правильно, да, говорится, ремейк, когда переделываешь уже тем самым составом с видео «Вахтанг», Андрей и я. У нас очень много совместных песен, потому что мы дружим вместе с университета, мы учились вместе, вместе прогуливали уроки и так далее. Поэтому да, это самое лучшее время и воспоминания моей жизни, если честно вам скажу. Так что же вдохновляет артистов на создание песен и как рождается эта таинственная музыка? Откуда вообще появляется музыка? Мне очень сложно всегда отвечать на этот вопрос, потому что я тоже чувствую, будто я какой-то проводник. Она ко мне приходит иногда ночью во сне, иногда в пробке, иногда где угодно. Однажды у меня был случай, когда я сидела в кресле у стоматолога, мне пришлось вытащить трубку, сказать «секундочку, мне надо записать демку». Вот, такое тоже было. Музыка не спрашивает тебя, когда тебе удобно. Она приходит, когда хочет, и ты просто ловишь ее за хвост, ты создаешь, записываешь. От женщин идет музыка. Лично по мне это так. Или, может быть, может вдохновить меня горы, потому что я обожаю горы, я бываю там часто, и когда я приезжаю, я уже вдохновлен и могу сочинять. Вот, например, наша песня «Алло», на нее Андрея вдохновил Сергей Есенин. Если вы слышали этот трек прекрасный, то там в начале каждого куплета первые строчки из стихотворения «Ода женщине». Письмо к женщине, sorry. А съемочную группу телеканала Russian Music Box Андрей вдохновил еще и на зажигательные танцы. Анатолий Цой и Валентин Ли сняли клип на саундтрек к своему шоу «Полтора корейца». О том, кто из знаменитостей принял участие в съемках, а также как они прошли, смотрите в нашем следующем сюжете. На днях прошли съемки клипа проекта Анатолия Цоя и Валентина Ли «Полтора корейца» на одноименную песню. «Полтора корейца» – это шоу на YouTube, в котором к знаменитости и обычному парню приходят звездные гости и делятся своими жизненными историями. Саундтрек к новому сезону стал поводом снять клип. «Ну, это масштабный проект. Без скромности, можем сказать, благодаря нашим друзьям-артистам, которые приехали нас поддержать и принимают участие в этом клипе. Будет круто, будет очень весело, интересно. Много локаций, много крутых мизансцен, смешных. Не знаю, может, где-то даже поплачете». «Да и вообще, если посмотреть, что у нас творится сегодня на съемочной площадке, огромнейшая крутая команда, куча людей, куча декораций, лес, песок, развалины, там…» «Роллс-ройс». «Роллс-ройс». Совместно с которым и был записан саундтрек «Полтора корейца». «Идея пришла вместе с Валей, с Толиком. Они пришли на студию, говорят, нам нужна песня «Кто, если не ты, Саша, сделаешь самую лучшую песню для блога «Полтора корейца». Я говорю, действительно, а кто, если не я? Вот мы сели и я сделал». За плечами, ребят, уже два сезона, а впереди готовится новый, третий. Анатолий и Валентин рассказали о названии своего видеоблога, а также о его, как оказалось, далекой истории. «Вот это, конечно, название пошло у нас еще со школы. Это очень интересная, но очень длинная история. Вы, вкратце, полтора, потому что я кореец, Валентин, кореец наполовину. И вместе вот мы стоим, вот полтора. У всех в школе на одного человека одна кличка, а на школе называли «Полтора корейца». На двоих, да, «Полтора корейца». Ну, вот так как-то пошло. Этому названию уже 15 лет почти. Ну, примерно, да. Что же вышло у ребят из шоу «Полтора корейца» можно лишь гадать и с нетерпением ждать премьеры клипа. Эмин и Григорий Лепс открыли новый ресторан «Лесной» в самом центре столицы. Певица Лилит сняла клип на песню «I'm here». Владимир и Леди Ди презентовали клип на песню «Пьеса о любви». Группа «Интонация» презентовала свой новый альбом. Шоумен Сергей Светлаков организовал вечеринку в честь открытия своего ресторана «Ишат». Узнаете об этом в следующем выпуске в 19.00. Не пропустите. Нам пришла пора прощаться. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также пролистывать Инстаграм телеканала Russian Music Box. Там всегда найдется, что залайкать и откомментировать. С вами была Анна Грачевская. Увидимся! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...